дальше патриаре равенство вы вообще перетев вот в тезис о равенстве вот наконец-то я слышу чек который не социально одобряемый ответ не дает что да вот мы же рождаемся все неравными правильно и ежедневно правительства нет и быть не может и не должно равноправие это разные у нас даже быть равные права а ты мне извини кто учился кто где родился кто как работал кто как стремился это понимаешь большевистской теории что свобода равенства браться то есть ты учился ты достиг чего-то я пьянствовал думаю ё-моё суете костюм хорошие два микрофона у него встречу и очки у него хорошие модные я стал за угол гамилами ты чего дал тебе по голове от облака почему это он имеет а я нет вот это так сказать как раз пагубное а как же равноправие а вот равноправие мужчин и женщин как вот это же против создателя создатель сделал неравными вы считаете вот мужчины и женщины борьба за равноправие женщин она имеет под собой какие-то основания помимо оснований политического характера конечно имеет мужчин нет они вымирают ни одного лидера в мире нету кроме путина мужчины есть один это меркель да 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 нет ни этого нету посмотри на них посмотри на этих людей посмотри на их вон сидящий посмотри на потные ладошки улыбки посмотри как они слушают речь путина как шаха что в мюнхене что вон когда он говорит фразу вы то сами понимаете что вы натворили они сидят как потными ладошками и слушают наслаждаясь тем что они думают также только говорит это не он к сидящий а другой поэтому ему за это ничего не будет а ладошек никто потных не увидит это это вы рождение мужского рода в начальнике который приходить ко мне завтра завтра приходит затем все вчера с меня в отпуску это облака в штанах понимаешь и обрати внимание сейчас набирал курс академии такие мощные девочки такие мощные талантливые и проблемы с ребятами проблемы реальная проблема понимаешь бицепсы не решают вопросы и кубики на прессе а вот энергетик обрати не вообще режиссура сегодня как много картин хороших который кто снимал бурев не бурев вот этого самый который получил оскар жена камерона кэтрин беглоу что-то вот так бегло беглоу беглоу что тогда к беглоу я почитал на смотри буря в пустыне напомнил неважно сейчас вот эта картина которую получил я читаю режиссер кей беглоу ну это может быть клим это может кто угодно да беглоу мужская так сказать это может быть мужчина и женщина я не знал что она жена камера наш вообще женщина абсолютно мужская картина грандиозная картина с потрясающей мыслью когда война становится дорогой когда человек как бы мечтающий скорее вернуться домой возвращается опускается в эту жизнь ребенок жена магазин супермаркет продукты сон газеты не может и он еще идет обратно туда где он себя чувствует мужчины и откуда хотел вырваться доходил вывод как ему когда диозно да и это абсолютно мужская картина какое большое количество сегодня замечательных картин снимает женщины хотя я считаю что режиссур это абсолютно мужская профессия по жестокости по жестокосердию по аскетизму который необходим по так сказать степени необходимости уметь обманывать актера так свести в одну сторону для того чтобы рвануть другу и это с каждым актером все по-разному это абсолютно для меня мужская профессия и когда так сказать я увидел там допустим как женская картина 15 лет назад и может быть хорошо а сейчас это в таком масштабе женская режиссура начинает завоевывать позиции почему потому что идет обнищание мужского духа это глобальный глобальный абсолютно и прости меня как венец этого однополые драки освещено браки освещенные так сказать хочу однополые драки это хорошо но вот это когда еще освещается так сказать папа под куполом храма это катастрофа я предпочитаю прийти на интервью абсолютно так сказать чистым как лист тогда ты не становишься рабом сформулированных так сказать ответов поэтому как спросили так два учитывая что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса я очень жене отношусь с уважением я люблю его и мне все с ним интересно поэтому тут что неважно о чем говорить тут тут важно как опять же мама говорил не важно что важно с кем поэтому я люблю к нему приходить и так сказать всегда знаю что это по крайней мне будет интересно